В ноябре предыдущего года вышел мой консольный патч под названием Path Infinity. Зимнее трансферное окно закрылось, а это значит, что пришло время для зимнего апдейта этого патча. И в сегодняшнем ролике я хочу рассказать о преимуществах новой версии моего платного патча, что я успел в него добавить, что успел исправить, как правильно его устанавливать и даже удалять. Это видео будет полезным для тех, кто приобрел патч и будет интересным для тех, кто задумывается о его приобретении. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать видео своими лайками, так вы помогаете его продвижению. Ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Итак, по заветам предыдущей версии, данный патч обновляет составы команды на новый актуальный сезон 23.24, с учетом трансферов, которые были проведены в зимнее трансферное окно. И вместе с этим следует и первое исправление в новой версии патча, поскольку в первой версии патча были небольшие проблемы с составами, то есть отсутствовали некоторые игроки, по причине некоторых опшн-файлов, которые немножко, так сказать, наслаивались друг на друга и невольно удаляли некоторых футболистов. В новой версии эта ошибка была исправлена, я вернул пропавших игроков, даже добавил новых, но об этом чуть попозже. Соответственно, была обновлена, по возможности, насколько это возможно на консолях, обновлена вся графика, а в частности были добавлены новые формы для команд, были добавлены спонсоры, изображения менеджеров, изображения стадионов и так далее. Также, в частности, были обновлены некоторые комплекты форм, которые присутствовали ранее. Например, у Мадридского Реала пропала нашивка клубного чемпионата мира, но появился новый спонсор на рукаве, в то время как у Манчестер Сити, наоборот, появилась та самая нашивка. Ну а команда Лионеля Месси, Интер Майами, обзавелась новыми комплектами форм на сезон 23-24. Помимо того, что был исправлен бакс отсутствием некоторых футболистов, также я добавил новых игроков, которые отсутствовали в первой версии патча. В частности, это касается перспективную молодежь, а также просто молодых игроков топовых клубов, наподобие Ливерпуля, Реала, Барселоны и прочих подобных топ-команд. Изменения составов также коснулись и РПЛ, и в командах Российской премьер-лиги также произошли актуальные трансферы. Также были добавлены молодые игроки, и все фейсы были по возможности воссозданы во внутреннем редакторе игры. Ну а для всех тех, кто слышит о патче впервые, также отмечу, что в патче присутствуют дополнительные лиги, наподобие американской МЛС и лиги Саудовской Аравии, где играют Криштиану, Неймар, Бензема и остальные знакомые нам ребята. Присутствуют актуальные сведения о менеджерах, топовых лиг и не совсем, например Англии, Испании, Италии, Германии, России, США и Саудовской Аравии. Игроки, которые не располагают реальными 3D фейсами, были воссозданы по возможности в редакторе, настолько, насколько это возможно. И еще много различного контента, с которым вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Там будет представлен альбом со всеми необходимыми скриншотами, и также подсказка выскочила в правом верхнем углу. Это обзор первой версии, в котором о контенте мы говорим чуть более подробно. Что же касаемо установки. С установкой первой версии патча, у некоторых пользователей возникли проблемы, поскольку они пытались установить патч уже на игру, в которой был ранее установлен патч. То есть, после предыдущего патча, они сразу пытались поставить новый, и в связи с этим возникали ошибки. Поэтому для установки, в первую очередь, вам нужна чистая версия PSO 2021, без установленного патча. Если же он у вас был ранее установлен, его необходимо удалить. Как это сделать? Давайте объясню. В лишний раз проговорю, что для пользователей, которые приобретут патч, текстовое объяснение, в мете со скриншотами, будет присутствовать в архиве. В этом же ролике я покажу наглядно для пользователей PlayStation 5. Но объяснение удаления патча будет и для PlayStation 4, и для PlayStation 5 в архиве с патчем. Итак, в первую очередь, вам необходимо удалить все изображения в самой PSO 2021. Это также делается во вкладке Import-Export. Прямо там написано «Удалить изображение». И удаляйте все изображения форм, главных тренеров, стадионов, спонсоров, чтобы все присутствующие вкладки везде вы там очистили изображение. После этого закрываете игру и заходите в настройки консоли, которые присутствуют наверху. Шестеренка и настройки. На PlayStation 5 мы ищем вкладку «Сохраненные данные и настройки игр приложений». Выбираем вторую вкладку «Сохраненные данные PlayStation 4» и убираем далее первую вкладку «Удалить или загрузить в сеть из памяти консоли». Выбираем «Удалить», ищем PSO 2021 и удаляем. После этого все сведения из предыдущего патча, все составы, какие-то настройки, они будут удалены. И таким образом вы полностью удалите патч со своей консоли. Только стоит отметить, что и вместе с этим, скорее всего, удалится и ваша карьера. Но, так или иначе, при переустановке патча, наверняка бы ее пришлось начинать заново. Но, тем не менее, имейте это в виду. И только уже после этого приступаем к установке патча. Из архива, который вы скачаете, перекидывайте папку «VPS» на вашу флешку. Важно, чтобы у нее был формат 32FET. После того, как вы перекинули патч на флешку, вставляете флешку в консоль, заходим в игру, во вкладку «Импорт-экспорт», выбираем «Импорт команд», выбираем все присутствующие команды, после этого проставляем все две галочки. И после чего ждем, пока завершится «Импорт команд». После чего выбираем «Импорт соревнований» и также их устанавливаем. По сути, после этого установка завершена, но необходимо сделать еще парочку условий. В частности, переместить команды из вторых лиг в первые. В частности, команды Чемпионшипа в АПЛ, команды из Ла Лиги 2 в Ла Лигу 1, ну и так далее. Для этого заходим в первую очередь в структуру турнира, выбираем вкладку «Изменить количество команд, участвующих в жеребьевке» и проставляем в Бундеслиге значение 18 команд. После чего перекидываем команды Бундеслиги из вкладки «Другие лиги Европа» в Лигу Бундеслиги. И уже только после этого перекидываем команды Чемпионшипа в АПЛ и так далее. Структура всех чемпионатов, какие команды должны присутствовать в каких лигах, также будут представлены в скриншотах в архиве вместе с патчем, поэтому проблем возникнуть не должно. И уже после этого установку 100% можно считать завершенной. И в заключении повторюсь, если вам в лишний раз хочется поподробнее ознакомиться с контентом данного патча, то в описании под этим роликом будет присутствовать ссылка на альбом ВКонтакте, где представлено множество скриншотов с различным контентом из этого патча. Ну и также советую ознакомиться с первым роликом по этому патчу, по первой версии. Там вы увидите также дополнительные кадры с демонстрацией того или иного контента из патча. А уж покупать его или нет, ну, решение остается за вами. По возможности я все презентовал, рассказал и попытался объяснить. На этом наш скромный обзор подходит к своему завершению. В лишний раз напоминаю о важности лайков под этим роликом, поскольку именно ваша активность способствует продвижению ролика. Ну и если вы здесь впервые, то, конечно же, подписывайтесь с колокольчиком. У меня на сегодня все. Желаю вам всем удачи с установкой и, конечно же, приятной игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok